Здравствуйте всем, привет всем, ребята! Сегодня 2020 год, 12 февраля, и сегодня я буду запускать квадрокоптер, подарок от Кузьмы. Кузьма приезжал ко мне в гости и подарил квадрокоптер. И сейчас я буду его распаковывать и буду его запускать. А точнее мы с Кузьмой, с Никитой Гридиным, уже его распаковывали. А сейчас я буду его запускать. Буду пробовать, как он запускается. Буду опробовать. Вот такой квадрокоптер, подарок от Кузьмы, подарок от Никиты Гридина. Называется Shadows Pilots, радиоуправляемые модели. Вот такой вот подарок от Кузьмы, ребятки. Пилотаж, радиоуправляемые модели. Shadows, управление с телефона. Взлет нажатием кнопки. Режим полета. Shell Death. Функция возврата домой. Нарисовано тут 28 минут. Полного заряда 28 минут. Заряжается сам квадрокоптер от аккумулятора. Кажется, да. Потому что когда мы с Никитой Гридиной, с Никитой Гридиным, с Кузьмой распаковывали, там, кажется, был аккумулятор в самом. Сейчас проверим. Радиоуправляемый квадрокоптер. Вот такой красивенький. Никита, Никита, спасибо тебе. Он очень балдежный. Вот недавно я глянул в окно ночью, а там два или три парня рядом с окном были. И я подумал, что это бандиты. И я бегал по дому с электрошокером. Я переживал, что нападут. А оказывается, мне это показалось. Потому что эти парни просто пивко пили. Пиво пили, ходили там. А я-то думал, что бандиты нападать будут. А люди-то правда были возле дома ночью. Просто это, оказывается, просто парни пиво пили. А теперь, если что, я открою дверь, выпущу квадрокоптер. И с неба мне покажет, кто там возле дома. И кто там возле дома. Квадрокоптером буду глядеть. Получается, я открываю дверь, выпускаю квадрокоптер, закрываю дверь. И гляжу через экран телефона, пультом управляю, через экран телефона гляжу, кто там будет возле дома. Теперь я точно буду в безопасности. Амам, мы теперь в безопасности с тобой. Если что, квадрокоптером глянем, кто там. Вот. Сегодня я буду его пробовать запускать. Так, открываем. Так, читаем здесь. Управление с телефона, взлет нажатием кнопки, режим полета, шелдэс, функция возврата домой. Так. Спасибо, Никита. Я очень рад и не доволен. Подарок от Никиты, от Кузьмы. Квадрокоптер. Вот такой квадрокоптер. Мы вместе с Никитой его распаковали. Было видео, как мы с Кузьмой, с Никитой Гридином его распаковали. А теперь я его буду пытаться запускать. Я купил батарейки. Я купил 4 мизинчика в батарейке. Называется Дюрасел. Дюрасел. Вот такие 4 новенькие батарейки. Идеально новенькие батарейки. 4 штуки купил. На всякий случай. Может там 2 нужно батарейки, может 4. Но если что, я купил 4 штучки. Такой квадрокоптер. Так. Сейчас я вам его покажу. Вот такой. У него получаются пропеллеры. И они крутятся, когда его запускаешь. Крутятся пропеллеры. Вот. А вот эти штуки я точно не знаю для чего. Наверное, когда он садится будет, вот так, чтобы плотно. Кнопка включения вверху. Флешка. Под флешку здесь. Так. Это под флешку. Так. А я вот не знаю. А что, нету аккумулятора что ли? Так, кажется, какие-то провода-то там есть. Так, странно. Так. Так, странно. Вот. Странно. А что это такое? Вот это что-то такое? Пишите в комментариях, что это такое. А вообще, что это такое? Вот это. Представьте вам. А что это внутри? Два проводка каких-то. Что-то странно. Тут же должен быть аккумулятор, а тут какие-то эти. Какие проводки какие-то. А я знаю то, что в самом квадрокоптере, по сути, должен быть аккумулятор. А в пульте батарейки. Батарейки это для пульта. А для самого квадрокоптера должен быть аккумулятор. Так. Это подарок от Кузьмы. От Никиты Гридина. Запускаю квадрокоптер. Как-то его надо вот так закрыть. Так, как-то надо его запечатать. Как-то надо его запечатать, закрыть. Как-то он вот непонятно. Ага. Ну, все. Ага, запечатал. Тут я не понимаю, как его закрыть обратно. Все, закрыл. Наконец-то я закрыл. Как я и знал, тут должен быть аккумулятор и эти проводки, наверное, заряжать аккумулятор. Тут флешка вставляется. Ну, тут, кажется, флешка большая. Не микро-SD, а флешка SD, кажется. Вот. Флешка SD. Вот. Не микро-SD. Так, квадрокоптер. Вот он. Красивый такой. Спасибо, Никита! Спасибо, Никито! Очень балдежный подарок. Я с удовольствием буду им пользоваться. Сегодня первый запуск. Так. Там написано управление от телефона. Точнее, с телефона. Сейчас я принесу айфон, чтобы скачать приложение. Так. Там написано, какое приложение. Надо сейчас узнать, какое приложение. Вот у меня айфон 11. У меня айфон 11, красный, вот такой. И я сейчас буду искать инструкцию, какое приложение-то скачать. Приложение... А зачем вот эти проводки для заряда? Вот. А, так. А, всё-всё, я понял. Вот как он заряжается. Смотрите. Это ОСБ. А, всё, я понял. Получается, он заряжается, и информация перекидывается с него на флешку вот таким шнуром. Это вставляется в эти проводки, когда мы открывали вот эти проводки. А это вставляется в компьютер. В ноутбук, компьютер, вот эта штука вставляется. А это вот такая вставляется вот в эти проводки. Понятно, всё круто. Если он куда-то приземлится, там грязно будет. Это для того, чтобы гнездо не запачкалось. Так, тут есть сменные запчасти. Вот такие. Четыре пропеллера. Вот такие четыре пропеллера, которые меняются. Которые меняются. Так. Модель называется пилотаж шадов с FPS. Квадрокоптер, пилотаж, шадов с FPS. Отвёрточка есть, чтобы менять пропеллеры. Вот такая отвёрточка есть. Менять пропеллеры. Вот эту я так и не понял, для чего вот эти штуки. Для чего? Наверное, чтобы вот сюда вставлять. Чтоб он, типа, вот сюда вставить, да? Вот эти штучки. Как-то он... Мне кажется, они что-ли вот сюда. Как-то вот сюда вставляются, что ли. Ага. Нет. Нет, нет, нет. Что-то странно. Для чего вот эти кружки? Странно. Для чего эти кружки? Может, они вставляются за место вот этих штук? Так. Вот он пульт. Вот он пульт. Вот он пульт. Так. Приложение. Какое приложение? Приложение, оно должно... Написано быть. Так. Написано, какое приложение. Так. Приложение. А, приложение... А, ПСФПВ. Вот приложение сейчас надо скачать. Сейчас приложение надо скачать. Вон какое. Так. Заходим на айфоне. Так. Заходим в Apple Store. Поиск. В Apple Store. Поиск. Приложение. Ф. Никита, для меня это очень дорогой подарок. От всей души и от своего сердца. Спасибо, Никита. Ф. 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 Час. Поиск. Есть. Нашел. Вот это квадрокоптер. Вот я за... Приложение вот... А, вот. Скачиваю приложение. Угу. Вот скачать. Что скачалось? Вот такое приложение. Такое приложение. Такое приложение. Сейчас я покажу, как он у меня здесь выглядит с этой стороны квадрокоптер. Сейчас протирую маленький объектив. Подарок от Кузьмы. Запускаю квадрокоптер. Так, старт. Вот написано старт. Старт. Так, кнопку здесь включаем. Здесь должно заряд быть полный. Вот кнопку включаем. Так, где-то кнопочка. Он заряжен вообще? Так. Так, он, кажется, включался раньше. Угу. Так. Так. Так, давайте попробуем зарядку принести. Вот именно беспроводную. Так, и надо вот открывать проводок. Сейчас посмотрим, может он разряжен. Сейчас, может он разряжен. Так, тут появилось все, что... Угу. Так, вот. Так. Открываем нижний отсек. Сейчас посмотрим, что произойдет с ним. Посмотрим, будет ли заряжаться. Так вот. Вот проводок, кажется, вот этот проводок. Второй, наверное. Вот второй проводок. Главное, чтобы правильно все было. Так. Все, щелкнул. Щелкнул, вот. Щелкнул вот такой проводок. Такой проводок. Ну-ка, сейчас включаем. Так. Оно же что-то должно мигать. Да, Мум? А, Мум? Оно же во всех должно что-то мигать, да? Смотри, каким проводочком, видишь? Видишь, проводочком. Проводочком. Что-то должно же мигать. Сейчас попробую я найти его. Так. Так. Он должен, вот телефон, подключиться к квадрокоптеру. И с телефона видно, что видно на камере. Квадрокоптер, это нужен для того, чтобы снимать сверху там. Летишь и снимаешь видео. Тут флешка есть. Тут под флешку есть. Флешку вставляешь, записываешься, потом снимаешь. Так. А, можно, мам, тут без пульта можно управлять. Вот так. Вау! Вот так можно управлять. Вот они, короче, вот эти кнопочки. Вот эти. Вот так. Это вверх высотой управляешь? Вот вверх высотой. Поросли, да? Мам, можно прям с айфона управлять квадрокоптером. Прям с айфона можно... Вот здесь, короче, на экран... Нет. А? А, пока нет. Мам, с айфона пульт вообще не нужен. Пульт надо тогда, когда нет вот этого. Просто вот экран, и здесь можно прям с телефона оказываться. Видите? Вот эти кнопочки, которые на пульте, они все здесь. Прям с айфоном и можно. Главное, как его включить. Как его включить-то? Вот кнопка. Я знаю, что вот кнопка. Я знаю, что есть кнопка. Но я ее нажимаю, она не включается. Вот в этом я не понимаю ее. Я вот не понимаю. Тут кнопка есть. Вот кнопка сверху. Я ее нажимаю. Как-то мы же его тогда с Никитой запускали. Камера. Что отсюда было видно, что там видно. Вот отсюда было видно. Мы его не крутилки запускали. Чтобы крутилки запустить, надо что-то еще сделать. Мы запускали только, что отсюда было видно с камеры. И все. А надо как-то еще запускать. В этом суть. Так, почему-то здесь ничего не изображено. Так, может все дело вправду в пульте? А, чтобы пульт раскрутить, его надо полностью разобрать пульт. Сейчас будем раскручивать пульт. Сейчас будем раскручивать пульт. Это батя рядом стоит. Знаешь, все говорят, а что батя храпит? Не понял? Откуда они его звали? А все знают, когда держишь камеру. Вот держишь телефон, все знают. Точнее, сейчас не держишь телефон. Просто стоишь рядом с телефоном сзади. Но все равно. Вот, я раскрутил, болтик главное не потерять. И получается вот. Мам, чудо-юдо. Хочешь знать? Без батареи. А, мам. Я тебе говорю, чудо произошло. А батарейки-то подошли. А? Видишь? Видишь? Я и говорю, чудо какое. Чудо-юдо, батарейки подошли. Все-таки мы не ошиблись с батарейками. Мы не ошиблись с батарейками. Это балдеж. Это балдеж. Это балдеж. Это балдеж. Батарейки новые, Дюрасел. Чудо-юдо, чудо-юдо, батарейки подошли. Мм, тут его надо, вот эту штучку опять. Хочешь полетать не квадрокоптерами? Ну, че, я че, у меня он не поднимет. Мне просто попробовать на нем полетать. Да, почему, да, у меня не поднимет. Ну, надо главное сесть хорошо на нем. Батарейки подошли. Это балдеж. Дюрасел новенький. Так, как-то его включать надо. Смотри, сколько тут кнопок. Смотри. Вот здесь кнопка, вот здесь кнопка. Смотри. Здесь кнопка, здесь, смотри. Как вот заряжать квадрокоптер? Вот, он должен был, он включен быть, вот. А, я забыл. Для этого же надо включить Wi-Fi. Забыл, маме. Так, главное, как из приложения этого выйти еще. Все, вышел наконец-то. Так, инструкция. Что делал? Включите квадрокоптер во встроенном устройстве в режиме Wi-Fi. Да, вот, все, нашел в режиме Wi-Fi. Все, все, я понял, мам. Так. Наконец-то я понял. Для квадрокоптера нужно Wi-Fi. Все, я Wi-Fi включил. Наконец-то я додумался включить Wi-Fi. Так, дальше. Включили Wi-Fi. Скачали приложение. Точно Wi-Fi, не Bluetooth, ничего. Wi-Fi, да? Так, здесь все включено. Так, все, ладно. Так, заходим в приложение еще раз. Так, настройки. Автосохранение параметров. Сбросить параметры высота. Так. Так, так, так. Что здесь по инструкции? Включите квадрокоптер. Откройте настройки в вашем мобильном устройстве. Так, включите квадрокоптер. Опять туда же. Как включить квадрокоптер? Мы же вот так нажимали. Он раньше просто включался. Здесь лампочки должны быть какие-то. Почему сейчас не включается? Я включаю квадрокоптер. И вы видео увидите в реальном времени. Что-то я вообще не понимаю. Компас какой-то. Тут написано, сперва надо его включить. Я же его, если заряжать, то я его, вот. Вот же кнопка включения. Мы же его с Никитой запускали. Ну, точнее, мы не запускали его, что он крутился. Но он нажимался. Лампочка горела где-то здесь. И на телефоне показывалось, что с него. Было же... Мы же его включали. Но мы не запускали его. Но мы включали. Мы его летать не запускали. А так-то мы его включали. Так, странно. Может он зарядился при зарядке. Может нельзя. Вот это что же. Так, пульт, 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 так. Такая батарея, ее вытаскивать нельзя, наверное. А, ну да, это батарея здесь. Может закрыть, а потом только можно. Как-то же вот так мы с Никитой вот так запускали его. Он не крутился, но мы его запускали, чтобы было изображение. Получается провал. Провал. Я хотел сейчас запустить. Ну, в доме просто посмотреть, как он летает, крутится. Странно. Флешка-то вот вставляется. Флешку бы я поставил. Флешка-то не проблема. Ну, короче, провал что ли? Непонятно. Надо тот, кто понимает в этом. Ну, так-то, что тут понимать, в принципе, если... Мы же в тот раз нажали кнопку, он нормально был. Я вот не пойму. Если мы его раз включили, он включался, и потом я его выключил. Я сейчас поставил заряжаться, он должен хоть что-то зарядиться. Не понимаю я вообще в этом, в чём прикол. Потом позапускаем. Что-то странно всё. У нас же тогда он показывал чётко. Эх, ребятки. А я хотел так с квадрокоптером полетать. Ну, всё нормально было, он же работал. Да я не знаю, что-то отец там шёпчет. Провал, ребятки. Я расстроен. Ну, когда Кузьма, Никита Гридин, привёз его, он включался. И даже на телефоне тогда показывалось, ну, показывалось то, что всё изображение с квадрокоптером. Всё в порядке было. Так, не понимаю, что здесь сейчас. Батарейки нормально подошли. Чудо-чудо батарейки подошли. Надо потом как-то поразбираться с ним, чтобы непонятно. Так, как-то мы не так запечатали. Как-то мы не запечатали-то вообще не так, что ли. Я не могу его поставить. Я не могу поставить. Что делать? А, всё, я понял. Вот же сверху ставить. Фу. Вот же. Вот же сверху. Нет. Это вообще про квадрокоптер? Или как-то? А, во! Всё, понял. Вот как втыкается. Теперь вот эту бумажку сверху. Инструкция очень важная. Батарейки подошли. Теперь у нас зарядка. Как-то потом запустить надо, потому что всё-то почему-то не включается. Надо мастера позвать. Круто. Это. Я забыл уже эти цеплялки положить. Эти штучки. Ладно, ребятки. Сегодня провал, но завтра успех. Да? Всем пока. Я очень расстроен. Вот в чём не могу понять проблема. В чём прикол? В чём проблема? Почему я нажимаю, оно не запускается? В чём дело? Почему квадрокоптер не запускается? Скажите, ребятки, пожалуйста, в комментариях, в чём это может быть дело? Написано, сперва его запустить, а потом надо Wi-Fi включить на телефоне, чтобы подсоединился Wi-Fi к квадрокоптеру. Но сперва надо питание включить. Я включил вот эти проводки, батареи заряжательные, но чё-то не происходит ничего. Странно. Всем удачи, радости, счастья, балдежа, успехов. Провал полный. Чё делать?